Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня очередное и, наверное, последнее видео уже на тему Шредера. А конкретно, я думаю, интересно будет всем поклонникам и хейтерам самого Шредера услышать, что же о нем думают в Америке. То, что в России о нем думают, мы уже знаем. 50 на 50. Больше все, конечно, думают, что он химик. Но сегодня мы съездим по залам с вами и послушаем, что думают американцы об этом человеке. Я уже говорил свое мнение, что не важно, химик он или натурал. Важно, что он поднял очень серьезную важную тему о том, что у нас с вами сейчас сильно испоганен мозг химическим бодибилдингом. И люди просто вообще перестали уже даже верить в какую-либо нормальную форму, в достижение какой-либо нормальной формы в натуражку. Но это не так. В натуражку можно тренироваться и нужно тренироваться. Можно достигать хороших, серьезных результатов. То, что большинство не верит в то, что он натурал, для меня просто смешно. Большинство просто не может, не хочет, не умеет тренироваться. Когда я только приехал в Штаты, я сам чувствовал себя сильно убого. Я заходил в зал и был шокирован, насколько много здесь больших, красивых людей. Что мужчин, что женщин, парней, девчонок реально в форме. И реально, которые не сидят на фармакологии. Конечно, здесь очень много людей, которые сидят на фарме, используют фармакологию. Но это выступающие спортсмены. Здесь каждый второй выступает. А видели бы вы генетику черных парней? Реально, Рич Пиано прикалывался, но это действительно Олимпию нужно проводить отдельно для белых, отдельно для черных. Черные приходят, они уже в такой форме, их руки уже за 45 сантиметров. Еще до того, как они начинают тренироваться. Узкие талии. Конечно, у них проблемы в основном с голенью, но тело, корпус, ширина плеч за счет узкой талии. Как смотрится вообще композиция тела, в общем, при больших бицепсах, то, чего хотят в основном молодые парни, приходя в тренажерный зал. Я специально не буду переводить вам видео, о чем говорят, о чем говорили американцы. И посмотрите, вы сразу, все равно сами поймете, интересно эмоции, интересно восприятие того, как они тоже воспринимают Шредера, его форму. Никто не был поражен его формой, сразу скажу, именно с точки зрения массивности. Да, многих тоже вызывало удивление его рельефность, дефиниция, то, насколько он прорисован, то, что он постоянно в такой форме. Но большинство все-таки верят в то, что можно достичь такой формы, тренируясь в натуральную. И не так сильно людей впечатляли и его силовые показатели. Хотя многих сильно удивляли. Меня тоже удивляют его показатели, я уже вам говорил. Действительно, очень сильный парень. Но я знал много людей, особенно стронгненов, пауэрлифтеров. Вот мой друг недавно, покойный Юра Вортобедьян, приезжал, рассказывал о своих силовых показателях, которые он достиг в жиме лежа, в приседаниях, в тяге. Еще даже не зная о фармакологии, даже не нюхая фарму. Многим из нас, ребята, такие показатели даже на фармакологии недоступны. Мы никогда даже не приблизимся к таким показателям. Поэтому не нужно себя как-то ограничивать. Действительно, мы с вами сейчас находимся в очень невыгодном положении. В принципе, вся планета Земля. Уровень тестостерона, я уже не раз говорил, в два раза упал со Второй мировой войны. Естественно, нам сложнее набирать мышечную массу, быть сильными. Но есть такие уникумы, у которых уровень тестостерона довольно высок. Но на самом деле это обычная нормальная норма, какая и должна быть. Ну что, погнали по спортзалам и будем допытывать американцев, как они воспринимают Шредера. Let's go! What do you think about these guys? He natural or used steroids? I think that he used steroids at least once in his life. That's for sure. It can be either steroids that helped him to shred and build muscle. Because the way he has striations is really rare for someone natural to achieve. He's very shredded for natural one. And I would say also his chest and maybe shoulders kind of give an idea that he could use that. So I'm in doubt, but I would say that I'm almost positive he used something at least months in his life. Like that he was at least on one cycle. Thank you very much. Look, all Russian internet, this guy, who says what he never used juice, what he's natural, he's thick, he says about it. Oh, more people, more people don't believe him. Oh. What do you think? He squats five hundred pounds for five reps and that lift too. What do you think? What do you think? It's possible natural or not? Yeah. Yeah. Good? Very good. Beautiful shape. What do you think it's true or not? His kick, well, not whole, not think it's true or not at all. I want what American guys think about it. You think natural? Yeah. Thank you, Tiago. Okay. Thank you so much. What do you think? What do you think, girls? It's not a good quality. I don't know what you think. Youth? Juice or not? I don't know. What do you think? Nazi, it's not a good idea. Yes. You? No. Thank you. No. No. No problem. I can't ask someone. For Russian people. Yeah. This Russian people, he says what he for her all time, not, 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 use, use for Russian. Say, well, not. He's worth five hundred pounds, five five reps, and that is it. So, some, 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 some. Yeah. Yeah. I think it's not, some. Some, 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 some. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, okay. Абсолютно. У меня есть один вопрос. Что вы думаете? Этот парень говорит, что он не был уничтожен. Что вы думаете? Потому что больше русских людей не верят. Он уничтожил 500 тонн, 5 лет. И это не так. Но где он уничтожен? Я думаю, это возможно. Я был сильный парень Мариус Бужиновский. Он был сильным парень 5 лет. Он был сильным парень, а он был сильным парень. Он был около 12% парень. И он был очень маленький парень. Что вы думаете? Я думаю, что это возможно. Но это стоит время. Если вы правильно делаете, то это возможно. Спасибо. Еще один вопрос. Что вы думаете? Этот парень, российский, сказал, что он никогда не использовал. Что вы думаете, что это возможно? Он уничтожил 500 тонн, 5 лет. И вы не верите. Что вы думаете, что это возможно? Нет. 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 Что вы думаете? Потому что большинские люди не верят в это. Да. Я думаю, что это ужасно. Это ужасно? Но это возможно. Да? Нет. Что вы думаете? Я не знаю. Да или нет? Нет. 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 Что? Это очень... Страшно? Да, да. Это ужасно. Это ужасно. Да. Это ужасно. Он спорит. Он спорит. 500 тонн, 5 пресс. И это тоже. Что вы думаете? Много русских людей верят, а больше не верят. Давайте посмотрим. Есть возможность он может быть натуральным, если он... Он употребляет больше 20 лет. Да. Да. Есть возможность потому что если он работает за 20 лет, и он имеет, конечно, его мастерство, и его размер, если он работает за 20 лет, assume он очень дедикатый, и генетика играет большую роль. Да. Может, его тестостерон может быть натуральным. И он не очень большой, да? Да. Он может быть натуральным. Да. мне кажется, что он может быть натуральным, потому что его руки не могут быть слишком большими. Но я бы хотел увидеть его для того, чтобы увидеть тестостерон. потому что вы не можете натуральные натуральные генетики. Что вы думаете? Это натуральный или нет? Я хочу сказать 50-50. 50-50. Он может быть на анабар, и вы никогда не увидите, если он натуральный или нет. Он говорит, что никогда не используй тестостерон. и потом, когда вы выходите, его уровень возвращается к норме на ПЦТ. 50-50. Это может быть 50-50. И помните, вы можете строить тело. Я думаю, да. Да. Вы можете строить тело. Вы можете строить тело и сохранить без использования снова. Но это не значит, что он натуральный. Он использовал что-то, чтобы получить где он хотел, и он сохранил самое главное. В России больше людей, которые используют натуральные не верят. Натуральные верят. Да. Натуральные люди всегда верят, потому что они хотят чувствовать, что они смогли это сделать. Я натуральный. Я знаю. Да. Я думаю. Спасибо. Спасибо, ребята. Это достижение. Хорошо. Спасибо. 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 Привет, Тиаго. Привет, как дела? Что ты думаешь? Этот парень натуральный или нет? Ну, ну, он очень... Он говорит что он никогда использует жидкость. Да? сквозит 500 или 5 рап и тоже. Ну, что его может быть очень радикально с этой едой. Возвращение и мясо. Это сложно верить, но это возможно. Спасибо. Что ты думаешь? Это правда? Это возможно? Нет. Немного можно сквозить. Например, у меня есть сквозь в школе, так возможно это возможно движение но просто смотря в его фотографии, его стремление не может достигнуть но он не очень но чтобы достигнуть это только диет нет? Да диет можно сделать но просто показать как он определен, в определенных местах в его теле и его облики очень очень определен для кто не использует это сложно это возможно это или нет? 500 лб это очень трудно 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 но он не очень мусульный он имеет хорошую физику может есть генетика может я генетика тоже но я не 500 не знаю 500 я не знаю это тяжело 500 натурально не знаю 500 я могу верить но но знаю людей сильные сильные силы он очень сильный после начала генетики нужны хорошие генетики может его генетика очень хорошая кто знает я хочу видеть это это я не 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 я не знаю он выглядит сложно не 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 все не 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 партнер только креативный. Он не любит ВСА. Ок, но креативный не играет натуральный. Он говорит, что он никогда не использует стероиды. Но он только натуральный. Я знаю, что он не очень большой. Он очень страдающий. Очень страдающий. Российские люди 50-50. Ок, я понял. Кто? Кто? Ок, первое. Хочется познакомиться с вами. Меня зовут Сил Асмор. Для тех, кто не знает меня. Но я верно верно верно, что быть таким образом, без каких-либо упражнений, каких-либо органов, или что-то подобное, это возможно. Я верно верно верно, что это возможно. Если вы тренировали трудно каждый день, если вы едите хорошо каждый день, это очень, очень сложно. Но я верно верно верно, если есть возможность, но это очень сложно. Это очень, очень сложно. Но если он использует какой-либо креатин, или протеин, или что-то подобное, это не полностью натуральный. Это просто не натуральный. Я имею в виду, если он использует креатин, или какой-либо поводу, или какой-либо поводу. Но, ну, что, друзья, как мы видим, мнения, в принципе, как и у россиян, разделились примерно 50 на 50. Что интересно, что в тех 50 процентов, кто больше не верит, больше людей, которые сами используют фармакологию. А те, кто верят, люди, которые фармакологию не используют. Но, чтобы закрыть уже раз и навсегда данную тему, не важно, химик, шредер или натурал. Важно то, чтобы вы верили, что нужно и можно тренироваться без применения фармакологии. Особенно, если вы не собираетесь выступать. Особенно на первых шагах. И особенно это касается, если вы молодой парень. До 35 лет даже не стоит задумываться о использовании фармакологии. Вы можете и должны тренироваться самостоятельно. Развивать себя самостоятельно. без применения фармакологии. Если, конечно, у вас нет каких-либо патологий и рекомендаций лечащего врача к применению той или иной фармакологии. Не забывайте, что первые годы тренинга вы должны посвятить становлению именно базовой силы. У меня есть статьи, которые называются ступени. И они будут в описании к этому видео. Посмотрите, почти на два года расписаны первые шаги, как нужно начать тренироваться. Что еще хочу сказать, о чем говорили американцы. Я специально не переводил, чтобы вы видели чистые эмоции, о чем они говорят. В основном они говорят то же самое, что и наши. Что такой дефиниции, такой сепарации невозможно достичь без применения фармакологии. Я вот здесь как раз таки не согласен. Потому что при серьезном, хорошем силовом тренинге и грамотной диете, что в принципе Шреддер и делает, это вполне реально. Повторяюсь, у Шреддера не такие огромные мышцы, чтобы говорить о применении фармакологии. Единственное, что меня смущает, это его силовые показатели. Но опять таки, 250 приседать на 5-6 раз, это очень серьезно. Говорю по себе, потому что у меня нету такого результата. Я максимум, наверное, присяду там один-два раза на 250. При том, что стаж тренинга у меня больше. И я не скрываю это, я раньше использовал, применял фармакологию. Не так много, не так часто, не постоянно. И большую часть своей жизни я естественно вымервался натурально, но все же факт остается фактом. Стоит на это обращать внимание. Еще, что говорит в пользу того, что Шреддер не применяет фармакологию, это посмотрите, как меняются его мышцы, когда он напрягается. Чего нет у тех, кто сидит постоянно на фармакологии. А чтобы быть в форме такой, как Шреддер, как вы говорите, постоянно в такой прекрасной форме, это значит, что он должен постоянно сидеть на фармакологии. Нет, те, кто сидит на фарме, их мышцы практически не меняются. Посмотрите на олимпийцев. У него, что банки на руках в расслабленном состоянии, что он напрягается, практически не меняется размер мышцы. Да, меняется сепарация, но размер мышцы остается такой же. Поэтому, друзья, давайте закроем этот вопрос и будем продолжать тренироваться, верить в то, что можно и нужно тренироваться натурально. Еще о чем я хотел бы сказать, с чем я не согласен, и многие специалисты тоже не соглашаются, это глупо натуралу тренироваться 6 раз в неделю по 3 часа, как это рекомендует Шреддер. Вам настанет полная жопа. И в вашей эндокринной системе вы загоните себя в жесткий перетрен, вы потеряете со временем интерес к тренировкам вообще, потому что психика не выдержит просто. И не забывайте, что растем мы именно когда отдыхаем. Также не думайте, что нужно тренироваться в отказ. Отказ и развитие силы – это разные вещи. Смотрите мои ролики, я об этом постоянно говорю. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА